В этот день у актового зала Читинской медакадемии собрались те, кто шесть лет одолевал сложные конспекты, зачеты, экзамены. Но главное – учился лечить людей. Сегодня в Читинской медицинской академии очень знаменательное событие. 346 выпускников получают диплом о высшем медицинском образовании. 46 человек получают диплом с отличием. За это время вы получили прекрасное знание, о чем говорят итоги государственной аттестации. Но за это время вы выросли, стали взрослее. Белые халаты у выпускников приготовлены для зачтения торжественной клятвы врачей. А до того момента есть повод покрасоваться в роскошных платьях и строгих костюмах. Отрадно то, что большинство молодых специалистов не хотят уезжать из Байкальского края. А значит, ценные кадры останутся с нами. Я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг. Посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний. Сохранению и укреплению здоровья человека. Клянусь! 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 Поначалу кажется, что волнения нет. Но когда уже подходит именно этот день вручения диплома, ты понимаешь, что тебя ждет дальше. То есть это такая должность быть врачом. Ты всего добиваешься сам, разумеется. Есть поддержка от родителей, от семьи. Но чтобы стать высококвалифицированным именно специалистом, нужно все-таки приложить свои усилия. Оказывается, что все, возможно, будет намного тяжелее. А учеба – это такая непринудительная пора, которой нужно все-таки наслаждаться. Татьяна Загайнова впервые познакомилась с бинтами, шприцами и пластырем еще в школьные годы. Лечила кукол. С тех пор ни секунды не мешкалась и знала, что перед выбором не встанет. Врач и только врач. В дальнейшем я училась в медицинском классе, закончила медицинский колледж. Спустя некоторое время я поступила в медицинскую академию. Мой случай, наверное, уникален. В нашем семействе, так сказать, родственников нет врачей. Это мое, наверное, внутреннее я, которое мне говорит, иди, это твое. Это дает мне действительно уверенность в себе, что я буду очень хорошим врачом-педиатром. Для меня 6 лет, они пролетели очень быстро. Были времена трудные, были времена, где было легко учиться. А в целом, да, я буду скучать по академии, потому что она действительно стала мне родной. Покинуть стены медакадемии у выпускников вряд ли получится насовсем. Сюда ребята будут возвращаться снова и снова. Профессия благородная, поэтому думаю связать свою жизнь с медициной. Помимо профессионального образования, наша академия дает все возможности развиваться в любой научной деятельности, внеучебной. Я являюсь председателем совета обучающихся нашей академии и в дальнейшем планирую поступить в ординатуру, чтобы продолжить свою, так скажем, свою деятельность, своей команды. Не меньше за своих выпускников переживают и их наставники. Шесть лет они помогали, подсказывали, а иногда и справедливо критиковали. Безусловно, выбор профессии – это один из самых важных выборов, которые совершает человек в жизни. И выбор врачебной профессии, он должен быть осознанным. На сегодняшний день это ВУЗ, который отвечает, ну, без всякой ложной скромности, не только общероссийским, но и мировым стандартам подготовки врачебных кадров. Это самые современные инновационные, симуляционные методики обучения. Но вместе с тем, что отличает наш ВУЗ, мы сохраняем классику российского медицинского образования. Билет в большую жизнь врача получен. Теперь главные отметки этим девушкам и юношам будут ставить уже не педагоги, а пациенты. Виктор Соловьев, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ